Для аэроклуба ДСА в 19 ноября большой праздник. В этот день, 90 лет назад, была основана Ульяновская лётная школа. А аэроклуб считает себя её преемником. Как живёт аэроклуб сегодня, мы убедились, побывав там. Он находится на самой окраине города, недалеко от посёлка Белый Ключ. Своего месторасположения лётная база не меняла с самого основания. К счастью, здесь ещё работают те, кто помнит, как здесь было полвека назад. Заместитель начальника по инженерной авиационной службе Александр Фёдорович Сазонов – это легендарная личность. Благодаря ему удалось сохранить в 90-е годы базу учебного авиационного центра ДСААФ, который теперь переименован в аэроклуб. В ДСААФ Александр Фёдорович попал случайно. В 1969 году, вернувшись из армии, подводник Александр Сазонов хотел устроиться на механический завод, но встретил в трамвае бывшего сослуживца, который позвал его работать в Ульяновский учебно-авиационный центр ДСААФ СССР. С тех пор более 50 лет Александр Фёдорович работает здесь. Я назывался учебно-авиационный центр. Здесь было эскадрилье, которое занималось только обслуживанием самолёта. Было курсантов, наибор был большой – 70 человек, а нужно было выпускать 50 человек, 51. И в процессе эксплуатации службы их отсеивались. Кто под дисциплиной, кто плохо летает. И которые оставались самостойкими. По словам Александра Фёдоровича, так было до 1991 года. Был приказ передать всё Центральному училищу. Они приехали, генерал там был, фамилию сейчас не помню. Он говорит, мне не нужна, но приказ есть приказ, я обязан выполнять. Военный человек. Вот. Я с ним, он говорит, мы сейчас заберём. И они, ну, автомобильную в основном технику, самолёт они не тронули. В конце 90-х годов из почти 30 человек в инженерно-авиационной службе осталось 3 человека, которые стойко оберегали технику. Аэродром, единственный в своём роде в нашем регионе, зарастал бурьяном. Но в 2000-х годах пришлись те, кто болеет за аэроклуб душой. Ну, начиналась любовь к авиации, это, наверное, с детства, потому что мне отец в войну был лётчиком. Он, кстати, учился летать на этом аэродроме в 44-м году. И когда в детстве меня спрашивали, кем будешь, когда вырастешь, то к лётчикам. Ну, а потом испортил зрение, с мечтой распрощался. Судьба распорядилась так, что в 2012-м году Владимир Александрович Дворянинов возглавил аэроклуб «Досауф». Хозяйство ему досталось, как он говорит, в ужасном состоянии. Был многомиллионный долг по заработной плате, по налогам. Работы практически никакой не было. Аэродром зарастал деревьями. Ну, мы сорганизовали свою команду. И вот, благодаря усилиям этой команды, в прошлом году аэроклуб занял первое место по России. Вот это 10 лет работы. Это были очень непростые 10 лет. Всю технику стали восстанавливать за свой счёт. Аэроклуб не финансируется из бюджета с 90-х годов. Деньги зарабатывают сами, полётами и прыжками. Большим подспорьем для аэроклуба стали заказы Министерства обороны Российской Федерации. Они включают в основном облёт спецпродукции на самолётах Л-29. Также с 2016 года аэроклубу стали давать госзаказ на подготовку парашютистов. Это даёт право встать на довольствие в воинскую часть и получать наземную технику. Таким образом, в прошлом году удалось получить 7 единиц. Задачи ставятся очень маленькие для нас. Мы можем выполнить гораздо больше. Но в год мы можем подготовить по самым минимальным расчётам 500-700 человек парашютистов. Можем подготовить планиристов. Можем готовить лётчиков для Министерства обороны. Всё можем. В планах Владимира Александровича поднять планерное звено. По его словам, для этого есть и планеры, и самолёты-буксировщики, и лебёдка. «Всё, что связано с парашютными прыжками, обращайтесь ко мне», так сказал при встрече Олег Александрович Лосев. Он командир парашютного звена, настоящий профессионал своего дела. На аэродром сюда я вообще попал в 1994 году, переведясь из города Ферганы, служить в 104-ю дивизию. Да, в Фергане я служил в 105-й дивизии, перевёлся сюда. И здесь, в 104-й дивизии. Я прослужил до 2006 года. Уволился из вооружённых сил с выслугой 37 лет. То есть я в ВДВ прослужил 25 календарных лет. Кроме службы в ВДВ, Олег Александрович профессионально занимается парашютным спортом. Он мастер спорта международного класса. Входил в сборную команду Советского Союза и Российской Федерации. Обладатель разных чемпионских титулов. В том числе у него шесть мировых рекордов по точности приземления. После увольнения из вооружённых сил Олег Александрович пришёл работать в аэроклуб. Он в шутку говорит, что-то меня небо не больно отпустило. Контингент парашютистов очень разный. Подготовки по военно-учебным специальностям для воздушно-десантных войск, суворовцев и до ознакомительных для обычных граждан. Если подготовка плотная, например, как суворовцев или призывников, там уже несколько десятков часов подготовка длится. Это не один день. Они учатся укладывать и более плотно. Но им это не развлекашка, а уже профессионально нужно. Так что вот. Ну и патриотические клубы с этими ребятами мы работаем давно, уже не один год. В Ульяновской области их несколько. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ульяновске, проведение прыжков с парашютом на аэродроме «Белый ключ» временно приостановлено. Но нам посчастливилось посмотреть, как аэроклубовцы заботятся о технике. В огромном ангаре техника эксплуатационной части, сокращенной ТЭЧ, стоял Л-29. Инженер авиационного и радиоэлектронного оборудования Андрей Лазарев проводил на нем регламентные работы. Это делается каждые 100 часов налета или раз в год. А на втором этаже ТЭЧ находится лаборатория авиационного оборудования, где проверяются авиационные приборы. Все оборудование и приборы сохранены с советских времен. Члены аэроклуба восстанавливают не только самолеты и другую технику, но и здания 50-х годов постройки. И первым было восстановлено здание вышки. Отсюда и руководят полетами. Руководителем полетов является Михаил Валентинович Хопов, потомственный летчик. Еще до школы его возил на этот аэродром отец. Все здания аэроклуба строились на его глазах. Вырос я на аэродроме, аэродромный житель. То есть куда мне? Только в авиацию была дорога. Закончил военное училище, попал на Северный флот, в авиацию Северного флота. Служил в корабельном полку, вертолетный корабельный полк, Североамурский, Сафонов-1 аэродром. Затем, когда там начались сокращения, в Ульяновск вышла 104-я дивизия. При ней тоже находилась эскадрилья. Я пришел туда руководителем полета. В 2017 году Хопов уволился в запас и пришел работать на родной аэродром. За прошлый год было 128 летных смен. Каждый третий день в году на аэродроме проходили полеты. Такую статистику озвучил Михаил Валентинович. Сейчас авиационная техника отдыхает под специальными чехлами. Только один самолет нам расчехлили. Это именной реактивный самолет Л-29 с бортовым номером РФ-00130. Вот уже пять лет он носит имя Александра Сазонова. Такой подарок Александру Федоровичу сделали его коллеги на его 70-летие. Мы поздравляем аэроклоп с важной датой и желаем ему долгой авиационной жизни, легких свершений новых небезразличных и больных небом людей. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Улправы ТВ.